Взяли треугольник треугольника и в нем провели две такие вот прямые. Казалось, что здесь 60 градусов. Ну, согласитесь, такое в принципе возможно, правда? Экранит? Да, да, да. Треугольник АВС на стороне. Да, да. Вот. Здесь 60 градусов, здесь какая-то там точка, не знаю, ель. Вот. Задача. Докажите, что в таком случае отрезок BF обязан равняться отрезку CD. Взяли равносторонний треугольник. То есть вот все вот эти углы, те самые 60 градусов. И провели две чемпионы BD и AF, чтобы они пересекались под 60 градусов. Докажите, что в таком случае на самом деле обязательно BF равно CD. Ну и, кстати, наоборот, если провести вот так вот, чтобы BF равнялось CD, то обязательно там будет 60 градусов. Это нужно как-то доказать. А вот это вот АФ, там, это же бисектрисы еще? Нет. А. Просто. Произвольные линии. Сейчас, мы знаем, что АВС – правильный треугольник. Вот это мы знаем. А так все остальное – произвольные линии. АВС равен BCD. Почему? Потому что здесь… Да, каточка конкуриентность треугольника. Да напишите уже. А, Б, Ф – конкуриентность. Ну, как палочку поставьте на то, что это не равен. А, Райан – это просто совсем одно и то же. Или не BDC? Да, BDC. И на основе нет. BCD. BCD. То есть, если мы это докажем, то автоматически у нас получится, что BF равно CD. Правильно? Угу. Вот почему эти два треугольника конкуриентны? Мечта – это конкуриентность двух треугольников. А, Б, Ф и Б, Ц, Д. Если мы это сделаем, то все будет сделано. Вопрос – как это сделать? Конкурентность доказывается обычно по одному из трех признаков. Но не всегда, но в большинстве случаев. Или по двум сторонам угла между ними, или по стороне и при лежащем углам, или по трем сторонам. Каким признаком сейчас проще всего воспользоваться? Мне кажется, вторым. По стороне и двум при лежащим углам. Отлично. И что же это за сторона? А, Б и Б, Ц. А, Б и Б, Ц. Согласен. Они действительно равны. Смотрите, вот если вы берете вот эту сторону, А, Б и вот эту, то они равны, потому что они являются сторонами большого исхода стороннего треугольника. Отлично. С углами как дела у вас? Угол А, Б, Ф равен углу Б, Ц, Д. Отлично. Потому что... А, Б, Ф пишу. Это углы, но все равно другую. А, Б, Ф. Это на самом деле то же самое, что угол А, Б, Ц, так? А угол А, Б, Ц, это то же самое, что угол А, Ц, Б. А угол А, Ц, Б, это на самом деле то же самое, что угол Д, Ц, Б. Ну, может, я немножко длинно это объяснял, но смысл такой, что и тот, и тот 60 градусов. Давайте я здесь два треугольника все-таки покажу. Значит, А, Б, Ф, это вот такой треугольник, да? Да. А тот, это вот такой треугольник. И у них есть углы по 60 градусов. Вот этот, это угол Б, и вот этот угол С. Вот видите, угол Б и угол С. Они по 60 градусов. Отлично. И еще один. Мне кажется, это угол Б, А, Ф и Ц, Б, Д. Вот, почему они равны? При движении, наверное. А откуда это движение возникает? То есть они действительно равны, но почему? Б, А, Ф. Смотрите, как его делать. Б, А, Ф, да? А, вот, а здесь такой же угол С, Б, Д. Почему эти уголы равны? Как только мы это поймем, задача будет решена. Все поняли, о чем я здесь? Почему? Давайте посмотрим, что это золото такое. Б, А, Ф, это вот этот угол. Видите? Нужно понять, по какой странной причине он вряд ли вот этого. Потому что они... Ребята, то, что мы сейчас делаем, это такая типичная школьная идея. Причем, что задается за не очень старший класс. То есть это вещь, которую обязательно надо к седьмому классу научиться делать. Просто обязательно. То есть если человек, заканчивая к седьмому классу, такие вещи не увидит, то это значит, что он плохо учился, и совсем плохо. Лучше, конечно, еще много чего знать, но вот это обязательно. Хочется, я пойду. Да. Ну, по-моему, вот этот смежный угол. И... Ну, вот этот угол равен 120 градусов. Да, конечно. Потому что это 108 минус 60. И, соответственно, вот этот плюс вот этот равен 60 градусов. Как и вот этот. Ну, вот. Это называется теорема о внешнем угле трехугольника. Спасибо, Симон. Вы все решили. Господа, смотрите, какая история. Давайте вот этот угол обозначим буквой альфа. Вот это. Видите? Б, А, Ф. То самое, которое нам нужно. Понимаете ли вы, что если вот этот угол обозначить бета, то верна теорема альфа плюс бета 60 градусов. Теорема о внешнем угле треугольника. Так? Угу. Ну, вот как он сказал. Здесь 60, значит, здесь 120. Значит, сумма этих 60. Ну, или просто вспомните, что была такая теорема. Сумма двух углов треугольника равна внешнему углу при третьей вершине. Замечательно. А теперь внимание. Здесь ставить у нас 160. Угу. И этот угол бета, значит, этот угол какой? Альфа. Потому что в сумме они дают 60. Согласны? Все. Я стираю там образительный знак. Получается, что они действительно равны. А если они равны, то что? То бф плюс, да? То эти треугольники конкурентны. Значит, действительно бф равно д. Ну, как это просили, да? И вот. Ну, если подумать, наоборот, если мы отложим равные отрезки, то по признаку по двум сторонам в основном углу между ними, другая будут конкурентны, и тогда будет 60. Понятно, да? То есть в обе стороны.